Актуальную информацию о развитии событий в Израиле узнаем у собственного корреспондента CBC в Тель-Авиве, Романа Янушевского. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Роман, еще несколькими часами ранее вы подключались к нам из аэропорта Бен-Гурион, а сейчас уже поступают сообщения о том, что этот аэропорт подвергается обстрелам, но эта информация, опять же, боевого крыла Хамаса, она пока еще не подтверждена. Можете ли вы что-то рассказать об этом и вообще о развитии ситуации? Действительно, утром я выходил в эфир из международного аэропорта Бен-Гурион. Это главный стратегический аэропорт Израиля, главные воздушные ворота страны. И в данный момент я наблюдал там следующую ситуацию, что действительно есть достаточно крупные группы людей, желающих покинуть страну. В первую очередь речь идет об иностранных гражданах. Там есть даже специальные группы, представленные различными государствами. По всей видимости, это эвакуационные рейсы. Например, там были представители посольства США, у них были такие специальные красные жилеты на себе. И они приглашали американских граждан, в общем, ждали, пока им дадут разрешение на вылет. Судя по табло, значительная часть рейсов, где-то порядка половины, у них были либо задержки с вылетом, либо они были отменены. Но часть рейсов все-таки еще продолжает осуществляться. И то заявление, которое сделало боевое крыло Хамас, это всего лишь пока что угроза на данный момент. Вот именно сегодня никаких обстрелов аэропорта не было. Ну и мы знаем, что где-то в том районе находится батарея железных куплов для того, чтобы защитить этот важный стратегический объект. Тем более, что там всегда находится много людей. Ну и само здание, оно, конечно же, защищено от любых ракетных обстрелов. Внутри него находится точно безопасно. Ну а если мы говорим о событиях последних часов, то самое важное, пожалуй, это различные дипломатические усилия, которые предпринимаются сразу по нескольким направлениям. Во-первых, министр обороны США Остин Ллойд прибыл в Израиль, и он встречался с главой правительства Бениамином Нетаньягу. И в частности обсуждался вопрос действий Хамаса. Ллойд Остин, который в свое время участвовал в американской кампании в Сирии, заметил, что он знаком непосредственно с тем, как действует эта террористическая группировка. И на его взгляд, изучив то, что он увидел, вот те ролики с Хамасом, где Хамас издевается над женщинами, над детьми, над стариками, как он похищает их, избитая женщина, молодая девушка, вернее, даже с переломанными ногами. Увидев все эти ужасы, он сказал, что это даже гораздо хуже, чем ИГИЛ. Хамас действует хуже, чем даже, казалось бы, для нас в современной истории, такое, можно сказать, самое вот такое зло, которое только может быть. В то же время Энтони Блинкен, госсекретарь США, побывал сначала в Омане, где он встретился с королем Иордании, Абдалой II, и король призвал американцев принять участие в переговорах с Израилем и Египтом, с тем, чтобы был создан гуманитарный коридор для жителей сектора Газа, чтобы максимальное количество людей при желании могли его покинуть, и чтобы была доставлена гуманитарная помощь на территорию сектора. После этого Блинкен отправился в Рамалу, где он встречался с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом, и эта встреча все еще проходит, или она вот-вот завершилась, параллельно есть и другие дипломатические встречи. Министр иностранных дел Ирана побывал в Ливане, в Бейруте, и там он встретился сначала с главой шийской и ливанской группировки Хизбалла, и также с премьер-министром Ливана, и тема обсуждения на всех этих встречах плюс-минус была одна и та же, это война в Газе, и каковы последствия она может иметь для региона. Мы все видим, что сейчас такое некоторое затишье перед бурей. Буря, она начнется, по всей видимости, где-то в начале следующей недели, когда начнется сухопутная операция. Когда это произойдет, конечно же, никто нам не скажет, мы узнаем это только по факту, но сам факт, что были призваны резервисты еще несколько дней назад, они находятся на границе, то, что проводятся интенсивные бомбардировки, то, что проводятся массовые эвакуации жителей сектора Газа, говорит о том, что эта сухопутная операция все-таки будет, и эта война, которая началась на Ближнем Востоке, ее ожидает новый виток в ближайшие дни. Судья? Роман, спасибо большое за такую подробную информацию. Наш собственный корреспондент, корреспондент CBC в Тель-Авиве, Роман Янушевский, был с нами на прямой связи из Тель-Авива. Субтитры создавал DimaTorzok